Заниматься спортом под руководством профессионалов и совершенно бесплатно. Такая возможность появилась у тверских школьников. Старт проекту «Дворовый тренер», организованному по инициативе депутатов городской думы, был дан в среду, 5 августа. На площадке средней школы номер 34 тренировку для ребят провел вице-чемпион Европы по смешанным боевым единоборствам Евгений Морозов. 20 секунд осталось. Двое сели. 12 секунд осталось. Выступать в роли тренера для мастера спорта международного класса по смешанному боевому единоборству Евгения Морозова амплуа, ставшая уже привычным. Впрочем, школьникам секреты побед в октагоне боец не раскрывает. Говорит, маленький еще. С ребятами спортсмен проводит общеукрепляющие занятия и играет в игры. Энергии много, надо заниматься, надо этого плескивать. Сейчас карантин, все дома сидят тоже, как недело, особенно маленькому развивающемуся организму. Пропагандируем физкультуру, все вот эти ценности. Возможность позаниматься спортом под руководством лучших тверских спортсменов, причем совершенно бесплатно у подростков города, появилась благодаря проекту «Дворовый тренер». В этом году стартовал уже 12 сезон акции. По традиции, площадки для занятий спортом будут организованы на территории школ, а также в местах массового отдыха горожан, где оборудованы спортивные снаряды. Любой родитель может найти информацию о планируемом занятии в соцсетях и привести на тренировку своего ребенка. В этом году подчеркнул депутат Вирской городской думы Илья Холодов, география проекта «Дворовый тренер» будет расширена. Думаю, что сейчас пришло время опять обратить внимание на дворы. Мы видим, какое количество детей опять находится в летний период времени, да и не только в летний, на придомовых территориях. Родители особо никуда далеко не отпускают. Детишки разные, есть и начальные, соответственно, школы, есть и старшие, классники. Поэтому все внимание депутатского корпуса и наше будет приковано ко дворам. Однако лишь массовыми занятиями спортом проект «Дворовый тренер» не ограничивается. Как рассказал Илья Холодов, в планах у тверских парламентариев установка новых спортивных площадок там, где они необходимы. Правда, здесь важную роль играет инициатива самих жителей. Они могут направлять свои обращения в адрес депутатов городского парламента с просьбами об установке спортплощадок на придомовых территориях. Как показывает практика, большинство подобных заявок получают положительное заключение. Субтитры создавал DimaTorzok